Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания Ведопульс, и я врач компании Арчебаса Елена Алексеевна. Сегодня мы поговорим о пользе и о вреде солнечного света. Сейчас, когда в разгаре лета и светит яркое, жаркое солнце, как нам кажется, эта тема является очень актуальной. Итак, солнечный свет, что же это такое? Нужно сказать, что солнечный свет является одним из важнейших экологических факторов, без которых вообще в принципе невозможно себе представить жизни на Земле. Итак, что же такое солнечный свет? Солнечный свет – это электромагнитное излучение, которое исходит от Солнца. И спектр излучения солнечного света, он очень разнообразный и представляет собой, если так можно выразиться, смесь различных линволн. И вот, как вы видите на представленном слайде, спектральный диапазон солнечного света очень широк. Значит, этот диапазон включает в себя от радиоволн до, соответственно, гамма-излучения. Но, если посмотреть на данный слайд, то можно увидеть, что максимум интенсивности приходится на желто-зеленую часть спектра. То, о чем мы обычно и говорим. То есть, солнечный свет, который включает в себя три основных вида длины волн, о которых мы сегодня подробно и будем говорить. Итак, что же относится к как раз вот этой вот зеленой-желтой части солнечного спектра? Это, прежде всего, ультрафиолетовые лучи, это видимый свет и инфракрасное излучение. И вот на представленном слайде как раз отображено, прежде всего, длина волны и доля, тот вклад, который каждый вид излучения вносит в общую массу всей энергии. Итак, ультрафиолетовое излучение, как вы видите, да, составляет всего лишь 5% общей доли энергии солнечного света. Половину всей этой энергии составляет энергия видимого света. И чуть меньше половины обеспечивает от общей энергии инфракрасное излучение. Посмотрите по, соответственно, длине волны. Если ультрафиолетовое излучение брать, то это коротковолновая часть спектра, и инфракрасное излучение – это самая длинная часть, длинноволновая часть спектра. Итак, начнем с видимого излучения, потому как половина солнечного света, общей массой, да, от всей доли энергии приходится именно на видимое излучение. Видимое излучение – это тот вид излучения, само название говорит об этом, что это излучение, которое видимое глазу. Ну, а так, чтобы было понятно, это привычные для нас цвета радуги. Такой вид излучения проникает в кожные покровы примерно где-то до 1 см. И так как это видимая часть спектра, которую мы видим, это та часть солнечной энергии, которая проникает к нам непосредственно через орган зрения, то есть оказывает свое возбуждающее влияние на сетчатку, то непосредственно будет оказывать влияние в целом на нервную систему. Не только на нервную систему, но и в целом обеспечивать возникновение и распространение нервных импульсов. Итак, кванты видимого света, так как они проникают через сетчатку, то есть через зрительный анализатор, то, соответственно, и стимулируют, и активируют работу самого зрительного анализатора. Если, скажем, солнечный свет, видимые лучи не проникают через сетчатку, то есть, допустим, отсутствует такая функция, как функция зрения, то, соответственно, и нет полноценного развития этого органа, глаза, и, соответственно, не поступает достаточное количество возбуждающих импульсов в центральную нервную систему. Благодаря вот этой видимой части спектра, без которой, наверное, трудно представить нашу жизнь, невозможно воспринимать всей той гаммы красок, которую мы получаем, глядя на все, что нас окружает. Благодаря видимой части спектра активируются обменные процессы. Прежде всего, идет стимуляция клеток коры головного мозга, и это приводит к тому, что улучшается эмоциональное состояние человека. Мы немножечко еще об этом поговорим, об эмоциональном состоянии. Именно видимая часть спектра приводит и нормализирует смену биоритмов. Биоритмы бывают самые различные. Ну, самые простые нам известные биоритмы – это смена таких фаз сна и бодрствования, которые тоже наступают в в зависимости от того, какого количества видимого света поступает нам через орган зрения. Точно так же это биоритмы, которые касаются смены сезонов, зима, лето и так далее. Если будет происходить нарушение в связи с видимой частью спектра поступления моего через сетчатку, то, что мы и наблюдаем в течение нашей современной жизни, это приводит к тому, что происходит сбой, чередование естественных биоритмов и, соответственно, приводит к повышенной возбудимости, которая сопровождается прежде всего бессонницей, то есть нарушается сон. Значит, соответственно, не может нормально происходить восстановление организма и это будет сказываться в целом на жизненной активности и на трудоспособности. Следующий вид излучения – это ультрафиолетовое излучение, и мы видели, что это коротковолновая часть солнечного диапазона, которая составляет всего лишь 5% от общей доли энергии солнечного света. Итак, ультрафиолетовые лучи обладают сверхсильной, сверхмощной энергией. В кожу они, как видите, проникают не так глубоко, то есть они проникают всего лишь на 1 мм, тогда как лучи видимого света, мы видели, проникают на сантиметр. Но без ультрафиолетового излучения сложно себе представить нормальное существование организма, потому как сейчас будем говорить, какое влияние оказывает этот спектр на нашу жизнь. Но именно, так скажем, другая сторона вопроса, связанная с вредным влиянием солнца на организм, тоже связана именно с коротковолновым излучением, то есть с ультрафиолетовыми лучами, вот как видно здесь на слайде, что все зависит от дозы. Доза ультрафиолета может быть как во благо, другая доза ультрафиолета может оказывать свое вредное влияние. Итак, что же такое ультрафиолетовые лучи? Ультрафиолетовая часть спектра, она является неоднородной. Ультрафиолетовую часть солнечного излучения делят еще на три вида, скажем, длины волн. Это длинноволновые ультрафиолетовые, так называемые А-лучи. Смотрите, они проникают в глубокие слои кожи. Есть коротковолновые ультрафиолетовые лучи или Б-лучи, они проникают в самый верхний слой кожи. И именно благодаря этим ультрафиолетовым Б-лучам мы обязаны возникновению загара. И есть еще ультрафиолетовые лучи, которые называются ультрафиолетовые С-лучи. Это совсем коротковолновые. Они являются очень вредными и пагубными для здоровья человека, но они, как вы видите из представленной картинки, они не проникают на Землю благодаря тому, что преградой служит наличие озонового слоя Земли. И поэтому они не проникают и не оказывают своего воздействия на организм. Мы сейчас говорим, конечно же, в условиях нормы, когда полностью целый, неповрежденный озоновый слой, хотя прекрасно знаем, что есть истончение, так называемые озоновые дыры, но в последнее время наблюдается тенденция к сокращению площади озоновых дыр над поверхностью Земли. Итак, если говорить об ультрафиолетовом излучении, то мы будем вести речь об ультрафиолетовых лучах А и В. И так, еще раз, ультрафиолетовая часть солнечного света, она является жизненно необходимым фактором. Если не будет ультрафиолета попадать на кожу, на поверхности тела человека, не воздействовать в целом на организм, то это приведет в целом к ослаблению иммунитета, а что в свою очередь привлечет к частым простудным заболеваниям, к обострению и уже имеющихся хронических заболеваний. И не будет происходить выработки определенных жизненно необходимых биологически активных компонентов. Что же это за компоненты? Поговорим попозже, но сразу хочу сказать, что речь будет вести о том, что благодаря солнечному свету в коже происходит выработка витамина D. А сейчас мы пока говорим в общем, разбираем вот эти вот все три вида, так скажем, спектральных волн. Следующие лучи – это инфракрасные лучи. Инфракрасные лучи, как мы видели, они составляют примерно 45% от всей солнечной энергии. Так вот, инфракрасные лучи – это те лучи, которые очень глубоко проникают в ткани. А именно, посмотрите, они могут проникать в кожу, проникать в ткани до глубины до 3 см. И именно инфракрасное излучение определяет тепловой эффект. Тепловой эффект, чем же он сопровождается? Ну, прежде всего, он сопровождается тем, что будет происходить расширение, то есть увеличение диаметра кровеносных сосудов. И это идет также, как один из физиологических механизмов, направленных на теплоотдачу, так как идет такое глубокое прогревание тканей. Значит, усиливается кровоснабжение, улучшается трофика тканей и, можно так сказать, стимулируется кожное дыхание. Расслабляются мышцы. Это может привести к тому, что инфракрасные лучи оказывают обезболивающее действие, противовоспалительным эффектом обладают. И, опять же, способствуют выработке определенных биологически активных компонентов. Ну, и все прекрасно знаете, что инфракрасное излучение, оно нашло свое применение в нашей жизни, ну, не естественным, да, не солнечное излучение, а созданное уже непосредственно человеком, руками человека. Это так называемые инфракрасные бани или сауны, которые относятся к одному из методов физиотерапевтических процедур, довольно-таки широко применяются в нашей жизни. Вот на чем основано действие инфракрасного излучения. Итак, вначале поговорим о хорошем. Мы говорим о том, что жизнь без Солнца на Земле невозможна, что ни один живой организм без Солнца жить, ну, просто не сможет. Солнце обладает массой полезных качеств, которые мы некоторые сейчас разберем. Ну, все прекрасно знаете, что Солнце, если так можно выразиться, укрепляет кости, а в целом принимает активное участие в кальциевом обмене. Почему? Потому что именно под влиянием солнечных лучей, в частности ультрафиолета, в коже происходит выработка витамина D, или он по-другому еще называется кальциферол. Это начальная, так скажем, форма витамина D. Конечно, в дальнейшем в организме витамин D, но первоначально он образуется все-таки в коже. Он происходит ряд метаболических преобразований, образуется в активную форму, это витамин D3, который, соответственно, принимает уже участие вот именно в кальциевом обмене. Если недостаточное образование витамина D, то это, конечно же, приведет к нарушению кальциевого обмена и усвоению кальция. Если говорить о детском возрасте, потому что как-то с детским возрастом чаще ассоциируется дефицит Солнца, это приводит к такому довольно сложному заболеванию, которое называется рахит. Все про него слышали. Конечно, в тех регионах земного шара, где Солнца достаточно много, дети не знают, что такое рахит, но все-таки наша страна, эта страна такая больше северная, и, соответственно, некоторые регионы Солнца видят совсем-совсем очень немного, то практически все дети, хотя бы в начальной стадии, но в своем развитии так или иначе, зато их касается это заболевание рахит. Конечно, рахит в основном проявляется нарушением кальциевого обмена, но если это запущенная стадия, то там это уже приводит их к системным изменениям. Но мы сейчас говорим о пользе Солнца, говорим о том, что происходит под его влиянием ультрафиолета образование витамина Д, который способствует тому, что кальций усваивается организмом, встраивается в костную структуру, активирует так называемые клетки остеобласты костной ткани и делает кость более прочной. И вот здесь сразу хочу остановиться, раз мы начали говорить о детском возрасте. Это не значит, что ребенка нужно выводить, гулять, держать под палящими лучами Солнца ни в коем случае. Даже если нет Солнца, ультрафиолетовое излучение, оно присутствует. И ребенку достаточно какой-то открытой части тела, лица, либо ручек, чтобы попадал вот этот ультрафиолет. И не обязательно, чтобы это были прямые палящие лучи. Это может быть просто тень, это может быть в тени деревьев, все равно ультрафиолет проникает. И этого вполне достаточно для того, чтобы вырабатывался витамин Д. Если говорить о взрослых, то у взрослых проблема, которая связана с нарушением, вернее, кальциевого обмена, причиной которого может быть недостаток витамина Д, называется остеопороз. И об этой проблеме мы говорили подробно, этом был посвящен целый вебинар. Далее. Вот, да, мы говорим о том, что солнце влияет на эмоциональное состояние, на настроение человека. Почему? Потому что под влиянием солнечных лучей, благодаря тому, что они проникают через сетчатку, оказывают свое стимулирующее влияние на клетки коры головного мозга, происходит образование в структурах центральной нервной системы таких биологически активных веществ, как серотонина и общая группа биологически активных компонентов, которые называются эндорфины. Эндорфины – это, так скажем, эндогены, то есть внутренние наркотики нашего организма, которые у нас у каждого вырабатываются в определенных каких-то ситуациях, то есть тех ситуациях, которые доставляют организму удовольствие. И если это доставляет какое-то занятие, доставляет человеку счастье и удовольствие, он стремится это повторить. Соответственно, почему мы все стремимся к солнцу, к морю и так далее? Потому что в этот момент вырабатываются как раз эти биологические компоненты, внутренние, еще раз хочу сказать, наши внутренние наркотические вещества, которые доставляют нам счастье. И, конечно же, серотонин. Серотонин – это тоже такой вот гормон радости и счастья. Соответственно, нормальное, да, прекрасное эмоциональное состояние, настроение. Эти гормоны способствуют, как вы видите, половому возбуждению. Они способствуют тому, являются факторами, допустим, от аллергических каких-то реакций и влияют на многие, на многие процессы физиологические, которые у нас, простите, протекают в организме. Дальше. Значит, в коже, да, под влиянием солнечных лучей образуются биологически активные вещества, такие, допустим, как гистамин. Эти вещества, которые влияют на механизмы регуляции. И мы постоянно говорим об основном механизме регуляции – это вегетативно-нервной системы. Соответственно, той системе, которая контролирует работу всех внутренних органов. Под влиянием солнца усиливаются процессы репарации, восстановления в поврежденных тканях. Увеличивается, так скажем, стимулируются защитные свойства клеток крови. Но это касается белой крови, да, лейкоцитов, когда мы говорим, опять же, о стимуляции иммунитета, иммунных реакций. Под влиянием солнечного света улучшается трофика тканей, что проявляется, скажем, в нормальном состоянии ногтей, волос, в целом кожи. Ну, а сейчас мы говорим, все зависит от дозы. Костная ткань, да, витамин D, только что сейчас разобрали. То есть полезных качеств у солнечного света очень-очень много. Солнечный свет оказывает антибактериальное действие. Антибактериальное действие, которое сопровождается тем, что там, куда попадают солнечные лучи, где сухо и тепло, и где светит солнце, там меньше развивается различных патогенных микроорганизмов, которые, в свою очередь, могут способствовать развитию определенных инфекционных процессов. Соответственно, вот здесь, на этом слайде представлена так называемая кварцевая лампа, которую, наверняка, знаете, есть во всех медицинских кабинетах. Это не что иное, как аналог спектрального диапазона солнечного света, который способствует своему такому бактерицидному действию. Если это идет воздействие на кожу, когда мы разбираем антибактериальное действие, то лучше происходит репарация угревой сыпи, каких-то там порезов, ранок и так далее. И можно солнцем, да, обладает определенным терапевтическим эффектом солнечные лучи при лечении кожных болезней, даже такого сложного заболевания, как псориаз. Но опять же, псориаз есть несколько форм, есть зимняя и летняя. Поэтому здесь очень важно. И у нас тоже один из вебинаров был посвящен полностью псориазу, где мы говорили, что при некоторых формах солнечные лучи могут способствовать обострению этого процесса, утяжелять его течение. А в некоторых формах именно солнечный свет способствует наоборот, вот, скажем, оздоровительным эффектом обладает. Итак, значит, излишние дозы солнечного света, потому что мы так ждем лето, так ждем солнца, что кажется, что всегда его мало и хочется, чтобы этого было много и как можно больше, да, и сразу. Так вот, излишние дозы солнечного света, они, скажем, обладают не совсем полезными свойствами. Все мы знаем, что при влиянии солнечного света образуется загар, да, который, опять же, способствует, скажем, улучшению общего вида. Все стремятся загореть, даже ходят в солярии, да, это искусственное воздействие ультрафиолета. Но когда солнечного света очень много, то вот этот красивый загар различного оттенка, у всех он по-разному на кожу, на кожу, скажем, ложится. Он, скажем, излишнее количество солнечного света может привести, наоборот, к обратному эффекту, далеко неприятному и некрасивому. И такие вот большие дозы света приводят к такому явлению, которое называется фотостарение кожи. Поэтому излишки ультрафиолета, они вредны. Что такое фотостарение? Фотостарение – это прежде всего сухость кожи. Кожа теряет влагу, а значит, она теряет эластичность. Она становится грубой, сухой за счет того, что разрастается роговой слой эпителия, так называемый солнечный кератоз. Действия больших доз ультрафиолета в целом солнечного света на глаза. Глаза очень чувствительны к влиянию ультрафиолета, и если смотреть на солнце не защищенными глазами, то есть без солнцезащитных очков, это может привести к очень серьезным последствиям. Но прежде всего может наступить помутнение хрусталика, могут происходить различные патологические изменения конъюнктивы, могут возникать даже новообразования роговицы. Поэтому на солнце смотреть незащищенными глазами совершенно не рекомендуется. Теперь поговорим о системном воздействии солнца. Мы уже говорим о другой стороне медали, поговорили о тех приятных моментах, которые доставляют солнце нашему организму, теперь перешли на те моменты, которые являются вредными и пагубными. Если говорить о системном воздействии солнца, то при длительном пребывании на солнце возможно возникновение солнечного удара. Солнечный удар – это разновидность теплового удара. Но здесь есть непосредственно конкретная причина его возникновения – это воздействие солнца, солнечной энергии, тепловой энергии. Если человек долго находится на солнце, то какие же могут возникнуть изменения солнечного удара? Ну, прежде всего, возникает ощущение тошноты. Тошнота, она, как правило, сопровождает головную боль. Головная боль, головокружение, тошнота. В целом, какое-то такое недомогание. Такое вот повышенное тепловое воздействие, повышенное на организм, чем сопровождается? Сопровождается изменением основных наших вегетативных функций. Каких? Это работа сердца и изменение дыхания. Сердце начинает сокращаться чаще. И, соответственно, это мы увидим в учащенном пульсе, то есть в тахикардии. Дыхание становится частым, поверхностным. В целом, может наступить повышение температуры тела, то есть так называемая гипертермия. Если ситуация совсем очень тяжелая, то это может проявиться тем, что человек может потерять сознание. Сейчас будем говорить о степенях тяжести солнечного удара. И в некоторых случаях солнечный удар, так как происходит изменение работы внутренних органов, сердца, дыхания, в целом головного мозга. То есть центральная нервная система это может привести даже к летальному исходу. Итак, в зависимости от того, какая симптоматика преобладает, выделяют несколько форм солнечного удара или теплового удара. Первая форма называется асфиксия. Такое название асфиксия говорит о том, что здесь на первом месте страдает функция дыхания. и дыхание в связи с тем, что идет общее угнетение на центральную нервную систему, становится очень поверхностным. Оно может быть частым поверхностным, а потом постепенно даже и редким поверхностным. Поэтому говорим асфиксия. Потому что асфиксия, если перевести это слово дословно, то оно означает «тушьи». Следующая форма – это перетическая. Перетическая – от слова температура. Это проявление, которое характеризуется резким повышением температуры тела человека. И в этом случае температура, как вы видите, может достигать критических значений. Это 40-41 градус. Церебральная форма – это основное изменение со стороны центральной нервной системы, которая будет сопровождаться судорогами и помутнением сознания. Есть форма, которая называется гастроэнтерическая. Это форма, которая будет сопровождаться симптомами, связанными с функциональным расстройством желудочно-кишечного тракта. Это будет сопровождаться рвотой. Это может быть диарея. То есть, посмотрите, рвота, диарея – это все приводит к тому, что организм теряет жидкость, теряет много жидкости. Соответственно, будет задержка мочи и спускания. Но это может привести впоследствии к обезвоживанию. Если посмотреть по степени тяжести, то в целом тепловой солнечный удар делится на легкую, среднюю и тяжелую степень тяжести. И посмотрите, тяжелая степень тяжести, когда страдает дыхание, страдает сердечная деятельность, идет помутнение сознания, то в 30% случаев приводит к развитию наступлению летального исхода. Что же делать? Что же делать, если мы видим, что человеком случился солнечный удар? Что есть определенные изменения, которые, если не оказать первой помощи, могут усугубиться. Но прежде всего нужно, если это возможно, удалить человека от воздействия солнечного света. Как правило, такое наступает где-нибудь на пляже, где люди находятся часами. Либо это где-то в городской среде. Сейчас, как известно, стоит аномальная жара во многих регионах страны. И, соответственно, практически никуда от нее не деться. И может прямо в городской черте наступить солнечный удар. Поэтому, если возможно, человека хотя бы нужно перенести в тень деревьев. Если это возможно, если это в городе, то куда-то в помещении нет такого палящего солнца. Конечно же, это горизонтальное положение. Посмотрите, ноги нужно немножечко создать им возвышенное положение. То есть, соответственно, что приподнять ножной конец. Конечно же, это вентилятор, если есть такая возможность. Либо просто махать на человека, если в условиях пляжа, к примеру, полотенцем. Охлаждающие компрессы. Охлаждающие компрессы, конечно, хорошо, если они есть. В качестве охлаждающих компрессов можно использовать замороженные продукты из холодильника. Допустим, пакет с замороженными овощами, пакет с замороженными пельменями. Все что угодно. Нужно накладывать на ту область, где проходят основные магистральные кровеносные сосуды. Ну вот, как здесь показано на данном слайде, на область шеи. Почему? Потому что здесь проходят сонные артерии. Сонные артерии – это крупные магистральные сосуды, которые непосредственно кровоснабжают головной мозг. Пакеты, если есть такая возможность, можно положить на область паха в область рук, то есть такой вот холод, да. И если человек способен, то есть если это не тяжелая форма степень тяжести, то, конечно же, питье, обильное питье. Не ледяное питье, хочу на это обратить внимание, а прохладное питье – это обычная чистая вода. Не нужно пить в жару и в таком случае оказывать помощь ни в каком случае сладкими газированными напитками и кофеинсодержащими напитками. Ну, для того, чтобы этого не наступило, да, чтобы не случился солнечный удар. Поэтому есть какие-то общие такие рекомендации, которые направлены на профилактику. Нужно как можно больше пить жидкости. Даже если кажется, что не хочется пить, то пить нужно постоянно небольшими, так скажем, глотками, то есть емкость с водой, с чистой водой, еще раз хочу сказать, она должна постоянно в такую жару быть с собой. Соответственно, нужно одеваться по погоде. То есть это какие-то натуральные ткани, это должна быть довольно просторное, не сжимающее, не ограничивающее движение одежда, для того, чтобы было нормальное проветривание и циркуляция воздуха. Также идет потоотделение, чтобы происходило еще определенное испарение с поверхности тела. Физическая нагрузка, которая совершается в такую жаркую погоду, она должна происходить в ранние утренние часы, но ни в коем случае не в сам разгар санцепека. Никакой физической нагрузки не должно происходить. Вот такие самые простые меры. И, соответственно, если это рабочее место, то по возможности, конечно же, это кондиционеры. Ну и вы знаете, что сейчас даже по трудовому законодательству, если нет в помещениях кондиционеров, идет ограничение продолжительности времени труда, если это высокие температуры. Еще поговорим об одном, так скажем, не очень хорошем влиянии Солнца и безмерном, безограничном пребывании на Солнце. Локальное повреждение, которое оказывают солнечные лучи – это солнечные ожоги. Солнечный ожог – это один из видов лучевого ожога. Это острое воспаление кожи, которое вызывается как естественными лучами Солнца, так и искусственного ультрафиолетового излучения. Ну и вот здесь, вы видите, на данном слайде показано яркое проявление солнечного ожога. Это уже вторая, скорее всего, даже B стадия солнечного ожога, где уже развиваются волдыри. Итак, каковы же симптомы солнечного ожога и в чем его опасность и коварство? Солнечный ожог, как любой другой ожог, проявление вернее, зависит от степени тяжести. Если это легкая степень, вот здесь на данном слайде мы тоже видим один из вариантов солнечного ожога. То, что мы здесь наблюдаем? Мы видим гиперемированную кожу, то есть кожа краснеет. И в дальнейшем любое прикосновение вот к этой вот гиперемированной, обожженной солнцем кожной поверхности причиняет сильную боль, ощущение зуда и жжения. Если прикоснуться к такой поверхности, то она горячая, она обжигает, она очень горячая на ощупь. Если же это более, так скажем, тяжелые стадии солнечного ожога, то появляется отек и появляются волдыри, впоследствии появляются корочки. Это локальное проявление. Но есть еще и системное проявление ожогов, которое проявляется в целом повышением температуры тела, то есть гипертермией. Человек что испытывает? Он испытывает слабость. Это может быть как ощущение сильного жара, и на фоне повышения температуры тела человек может ощущать озноб, то есть ему может быть и холодно. В чем же коварство солнечного ожога? В отличие от других ожогов. То, что симптомы, что человек видит, что он обгорел, что с ним случился солнечный ожог, он видит не сразу. Он это увидит через несколько часов. И в чем, так скажем, опасность пребывания на солнце длительные часы бесконтрольного? Когда человек лежит на солнце, загорает и видит, что вот он беленький, какой пришел, такой и есть. Беленький. И надо еще полежать. И еще полежать. А еще бывает, когда человек уснул на пляже и несколько часов пролежал в одном и том же положении под палящими лучами солнца. И к вечеру, как правило, после такого принятия солнечных ванн, появляется сильная краснота, впоследствии могут появиться волдыри и все, что мы сейчас с вами разобрали. То есть не сразу видно проявление солнечного ожога, а через некоторое время. То есть это где-то к вечеру, а иногда даже и через 12, иногда и через сутки могут появиться первые симптомы. Так как это происходит ожог, то часть поверхностных слоей кожи, они в дальнейшем будут отслаиваться. То есть начинается отшелушивание или то, что говорят народе, облазит кожа, обгорел, облазит кожа. Итак, что же нас спасает и от солнечных, так скажем, ожогов и почему разные люди загорают по-разному? Кто-то вообще не загорает, становится красный, кто-то загорает моментально и становится коричневым, как шоколад. От чего это зависит? Это зависит прежде всего от типа кожи. Есть люди с очень светлой кожей, белой кожей. Вот это люди, которым, можно сказать, повезло меньше всего. Это люди, которые практически не загорают, они сгорают, они становятся сразу красными. Потому что в их коже отсутствует или очень мало содержится такого вещества, пигмента, который называется меланин. Смотрите, меланин, само слово переводится как черный. Это тот пигмент, который определяет прежде всего цвет кожи. Если этого пигмента много, кожа темная, смуглая. Если этого пигмента мало, кожа белая. Соответственно, что же происходит при воздействии ультрафиолета на кожу. Потемнение кожи, то есть загар, он, так скажем, возникает в результате накопления в ней вот этого пигмента, меланина. И этот пигмент, он является нашей защитой. То есть это защитная реакция на ультрафиолетовое излучение. Поэтому люди, которые обладают смуглой кожей, у них этого пигмента в коже содержится много. И, соответственно, при воздействии ультрафиолета он образуется, и поэтому формируется такой вот темный оттенок. Сразу быстро возникает загар. Если же пигмента такого нет, кожа белая, то, соответственно, и фактор защиты ослаблен. Поэтому такие люди, у которых меланина мало, белокожая, они быстрее сгорают. И вот как раз здесь вы видите, да, какие разные есть оттенки кожи. Все это зависит от того, какое количество меланина. То есть загар, другими словами, это не что иное, как защитная реакция нашего организма, нашей кожи на воздействие ультрафиолета, которое проявляется вот в выработке пигмента меланина. Итак, солнечные ожоги. Если это легкая степень ожог, то, соответственно, он проходит, как правило, без серьезных последствий. Если это тяжелые солнечные ожоги, которые были с волдырями, потом с образованиями язв, то это приведет к тому, что на коже могут образовываться дефекты после вот такого вот изъязвления. Нужно сказать, что воздействие ультрафиолета на кожу способствует образованию на коже различных доброкачественных образований, новообразований. И все вы знаете про эти доброкачественные новообразования. Это невусы, так называемые родинки, и лентига – это образование родимых пятен. Что же нужно делать при ожогах? Значит, первый этап. Первый этап, он будет направлен на то, чтобы вызвать охлаждение. Потому что такой вот жар, нужно вызвать охлаждение. Это первые 1-2 дня. Охлаждаем кожу. Охлаждение, оно способствует тому, что будет уходить боль, будет уходить зуд. И после этого уже, ну, в любом случае, будет наступать шелушение кожи. И охлаждение, увлажнение, оно будет способствовать регенерации и восстановлению. Что же доступно вот в обычных наших домашних условиях? Ну, прежде всего, это воздействие прохладного душа. Охлаждаем. Можно принимать ванну с небольшим добавлением уксуса, потому что уксус, он тоже способствует охлаждению. Это какие-то холодные компрессы на обожженную зону. Все прекрасно знают о том, что места ожогов прикладывается кефир, либо там сметана, да, охлаждает. Это можно сделать кашицу из овощей. Благо, как раз сейчас сезон, это свежие огурцы, это свежая капуста и даже кашицу или сок свежего картофеля можно прикладывать к обожженной поверхности. Это различные примочки, которые можно делать из настоя ромашки, календулы, дубовая кора или даже просто крепкий чай. Но на первом месте борьбы с ожогами мы отводим к соку алоэ. Сок алоэ, он применяется и на первом, так скажем, и на втором этапе лечения. То есть он применяется и на стадии гиперемии, то есть это первая, и на стадии отека. То есть сок алоэ и охлаждает, оказывает и противовоспалительное действие, и способствует улучшению репарации, то есть восстановлению ткани кожи. Если мы сейчас обратимся к основам Аюрведы, то, посмотрите, люди пита-конституции, а вообще пита – это огонь, это люди, которые любят огонь, стихия огня присуща, то люди с пита-конституцией, они, как правило, обладают светлой кожей. То есть не большим количеством меланина. И поэтому именно люди с пита-конституцией в большей степени восприимчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и как следствие к развитию ожогов. Итак, любой ожог – это пита. Любой ожог. Мы сегодня говорим о солнечных ожогах. Это тоже пита, а значит огонь. Значит, это что-то горячее, обжигающее качество питы. То, что будет сопровождаться жгучей болью и возникновением признаков воспаления. И вот посмотрите, хочу на этом остановиться, акцентировать внимание, что при любом ожоге почему-то принято так. И многие люди считают, что любой ожог нужно лечить тем, что это место нужно смазывать какими-то маслами. И почему-то принято, считается, что самый такой великолепный метод лечения ожогов, если их смазывать облепиховым маслом, ну, любым другим маслом, то есть каким-то жиросодержащим веществом. Вот посмотрите, что по канонам классической академической медицины лечения ожогов, что, как мы видим, по канонам аюрведической медицины. Ожоги ни в коем случае нельзя лечить жирными, жиросодержащими веществами. Почему? Потому что любой жир, любое масло образуют пленку на коже и, соответственно, нарушается, так скажем, нормальная атрофика этой ткани, нормальное отделение, допустим, эксудата, нормальное соприкосновение с воздушной средой. Поэтому ни в коем случае никакой ожог не лечится никакими жиросодержащими веществами, никакими мазями, никакими кремами, никакими маслами. Поэтому жирные вещества противопоказаны. Если мы говорим с позиции аюрведической медицины, то любые жирные вещества, они будут возбуждать ПИТУ. Но если даже посмотреть еще раз, хоть с какой стороны лечение ожогов, ни в коем случае жиросодержащие вещества не применяются для лечения ожогов. Только те вещества, которые являются гидрофильными, то есть созданы на водной основе. Только такие компоненты можно использовать в качестве местной терапии ожогов. Гидрофильный компонент, но не липофильный. И, как вы видите, да, если мы говорим, ПИТУ – это огонь, ПИТУ – это жар, то, соответственно, самое эффективное средство при ожоге – это, конечно же, холод, то есть охлаждение. Мы с вами говорили сегодня и об отварах, и о примочках тех трав, которые применяются для лечения ожогов. Итак, как правильно загорать? Переходим уже, так скажем, к профилактике. Как правильно загорать? Загорать хочется, да, солнца жизни возможно. Самые простые способы, которые тоже знают наверняка все, те, про которые пишут везде регулярно, но, тем не менее, с влиянием солнца, с его пагубным воздействием. Хотя, наверное, неправильно говорить «пагубное воздействие». Это уже непосредственно бесконтрольное состояние самого человека, да, над самим же собой. Часы есть правильные для загара. Это утренние часы и вечерние часы. Тогда никогда не такое агрессивное солнце. Это с 8 до 11 часов и, соответственно, с 16 до 19 часов. Обязательно, если… Ну, ни в коем случае нельзя прийти с утра на пляж и остаться там до глубокого вечера и лежать неподвижно. Значит, что мы видим, да, на представленном слайде, исходя из того, что я сейчас говорю? Это постоянно нужно переворачиваться. Ни в коем случае не нужно лежать, и еще хуже, если уснуть на одном боку, да, на животе или на спине и проснуться потом с ожогом половину тела. Это обязательно головной убор и солнцезащитные очки. Мы сегодня говорили про это. Обязательно, чтобы была с собой жидкость. То есть пить нужно постоянно. Еще раз хочу сказать, это должна быть обычная вода. Это может быть просто зеленый чай, это может быть травяной чай, но это не должна быть газированная сладкая вода и ни в коем случае кофеин, содержащий напиток. Обязательно нужно использовать солнцезащитные кремы и понимать, что чем ближе находишься к водоему, тем загар будет более интенсивный. После того, как вы вернулись с пляжа, после того, как вы позагорали, обязательно нужно принять душ и нанести на кожу что-нибудь увлажняющее. Итак, что еще, да, если мы говорим сейчас о традиционных каких-то методах профилактики. Ограничить время пребывания на солнце под прямыми лучами одномоментно больше 30 минут не находиться. Чем выше в горы, тем, соответственно, солнечная активность будет выше. Вот мы говорим о солнцезащитных кремах. Если говорить о народных каких-то способах, то открытые участки тела нужно смазывать маслом аморгозы или ним, потому что это способствует защите кожи. Если говорить об аюрведических канонах, то в качестве воды, жидкости, которую рекомендуют пить в довольно больших количествах, используется кокосовая вода либо кокосовое молоко. Питта, да, время солнца, время лета – это время питы, поэтому нужно придерживаться режима, который в целом направлен на успокоение питы. То есть каких-то дополнительных перегреваний организма нужно избегать. Нужно следовать диете, которая успокаивает питу, избегать каких-то очень горячих, острых блюд, так как это все стимулирует питу. И, соответственно, опять же, перед тем, как принять душ, можно использовать опять же масло аморгозы либо кокосовое масло. Посмотрите, масло используется в нормальных условиях, когда кожа не подвержена солнечному ожогу. Ну, вот это, наверное, все, что я хотела вам сегодня рассказать о солнечном свете, о его пользе, о его каких-то не очень благоприятных качествах и воздействиях на организм человека. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Если вопросов нет, всем большое спасибо. Приглашаю вас на наши следующие вебинары. Всем хорошего лета. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok